ну и вот закончились соревнования у димка чемпионат мира в москве вот и как твой подписчик хочется тебя поздравить с отличным результатом достойно выступил а вот как человек который любит powerlifting знает тебя лично присутствует на твоих тренировках хочется сказать какого хера димок чуть-то было вообще но я думаю не по поводу тяги не это по поводу при снял полдяги присед вот интересует я думаю не только меня во первых всем здравствуйте это может попадет сеть до завершился чемпионат мира в рпф спасибо организаторам судеб моей группе поддержки тренеру результат неплохой да сегодня восстанавливаюсь через неделю компания компания команда динамит составе меня стаса милоснова и сан денисова будет штурмовать олимп в городе минск на гран-при адреналин задача сейчас хорошо восстановиться чем я и занимаюсь в бане присед вопрос зачем на приседе было так быстро падать вниз чтобы был зачетный угол зачетный угол потому что судейство строгое ну как строгое все надо было делать четко на самом деле конечно же видимо роль сыграли бинты апт которые обычно мне наоборот удобны как бывшему безэкип щеку прошлом году это сработало хорошо но я думаю из за того что прошлом году я на подготовке мотался чуть слабее чем сейчас и поэтому на тренировках сейчас сопротивление было больше апт они работают таким образом что внизу вообще сопротивление на порядок отличается в меньшую сторону от обычных других бинтов каких я работаю и здесь уже наверное из-за этого сыграла не в мою пользу плюс многие жаловались на помост меня да тоже внизу калашматило но на мой взгляд с помостом было все нормально сейчас мне илюха выслал бинты пионер фантом которых теперь я буду готовиться на весенний сезон и на следующий чемпионат мировой рпф я думаю в них пойдет все повеселее а там посмотрим по жиму как твое мнение относительно пожимым доволен в плане было программа минимум 180 килограмм которую я и выполнил на 185 стартанул хорошо но вверху в горизонтальной плоскости руки у меня немного перекосились то есть когда уже чуть-чуть начал встревать собрался побороться движение само сломалось геометрия его так что это немного повлияло в принципе потенциал почувствовал поверил себя да и еще по становой тяги и вопрос такой который наверно всех заинтересовал почему был такой большой шаг между вторым и третьим подходом здесь вообще составляющих много конечно 405 в третьем не могли бы дать еще дополнительный бонус зачетная сумма рекорд моей отдельной тяги и так далее но здесь во первых это сумма 910 all-time в сумме но во время заказа 420 уже сумме это я не думал и о борьбе как я уже говорил 420 это вес который меня по-настоящему мотивирует чтобы настроиться на дальнейший рост так сказать а не повторить свой результат результат и там перебить его на килограмм на 500 грамм там на два с половиной а а а а а Хотел пощупать и, в принципе, думаю, не безрезультатно можно работать в этом направлении. Самочувствие как после соревнований? Отходняк, конечно, длился дня два. День соревнований вообще прям топил за товарищей после выступления. Может, сахар упал прям, блин, конкретно что-то утомился. Ну, сейчас нормально. Вчера был в зале, размялся. Конечно, железо еще не так охота поднимать. Думаю, еще недельки мне хватит, чтобы психологически отойти и физически. И там уже посмотрим, как будет. В хорошей компании, думаю, нормально зайдет. Ну, а сами соревнования, как организация? Удобно ли? Зона разминки там? Ну, как обычно, много мнений противоположных. Мне всегда все устраивает. Все круто. Товарищи по помосту все собираются вместе, как правило, на этом старте. Со всех точек России и вне России. Поэтому классно. Для меня это как в детстве Новый год. То есть, все съезжаются, кайфуют, общаются. Да, там рубятся на помосте, но борются за результат. Ну, все классно. В этот раз, наверное, был самый полный зрительный зал. Люди сидели и на полу, и в проходах. И, блин, все было битком. Ну, было классно. Поддержка, атмосфера. Класс. А, как тебе новый all-time в приседе? От моего соперника 82-й. Да. Пушка. Ну, я, например, даже не вижу поводов спорить, там, досет-не досет. То есть, ну, присед зачетный. И бомбовый 360-й, 82-й, это понятно всем, что как бы не просто так их встать. А, как вам кажется? Продолжение следует... Продолжение следует... Поставил all-time. Как это сыграло на духе соперничества? На втором он встал в 46. Это уже не all-time на этот момент был. Так как Амит Сапир перебивал рекорд Никулина в 45. Ну, как у меня была задача просто уйти от баранки и все. А там я знал, что в тяге я мог отыграть и жим у меня посильнее. Так что особо я прям не присыкивал в плане борьбы 82. Не почувствовал, да, конкурента все-таки? Почувствовал. Когда он заказал 360, а я шел до сих пор на 300, то конкуренция почувствовалась. Плюс, опять же, тяга у меня не всегда идет гладко. На тяговом грифе меня может трястить, так как я работаю на жестком обычно. Но прошло все нормально. Как бы больше обтягивался, вверху не колбасило. И, видимо, еще диски, то что и лейкерские были. Все, завершилось неплохо. Он, конечно, попробовал меня накрыть в тяге, заказав 350, но это не его вес, конечно. Когда я скакнул на 420, он понял, что я что-то как-то вальтануло меня немного, наверное. Решил этим воспользоваться, но он не в этот раз. То есть 25 закончил. Про разминку в тяге расскажи. Да все нормально пошло. Он подходил после... Я не наблюдал. Я чисто именно за этим. Просто ходили, общались. Нет, ну ты для своих подписчиков ситуацию вот это, по-моему, интересный момент. Расскажи. Нет, честно говоря, не обращал внимания. Как бы здоровая конкуренция была. Не знаю, ну, примирялся, но может, как бы это нормально. То есть так, чисто болтали с Саней Денисом. Все. Короче, скромничаешь. Программ приятный на линд. Ладно. Зашкуривали, мазали. И отпускали шутки по этому поводу. Ну, организация турнира, так как все нормально, все четко. Все четко у меня. Не потому что я всегда говорю, что все четко, а реально, блин. Сам понимаю, что такой мастерский турнир. Сколько это усилие, блин, по три тысячи человек. Призовой фонд, тачки, это просто... Не вижу вообще повода что-либо вообще высказывать в эту сторону. По поводу подготовки, пару слов. Подготовка. Подготовка в этом смысле. Ну, я анонсировал, что я готовлюсь на Сармах Boost4U. Но где-то за полтора месяца мы оставили только S23 Solo, чтобы не набирать вес. Потому что от других, в принципе, вес чуть-чуть идет вверх. И, блин, даже не пришлось в этот раз корректировать вес. То есть, приехал без каких-либо там сливаний или чего-то. 81900 завесился. И вечером после взвешивания весил 82900. Ну, блин, нормально. То есть, чувствовал себя дрящом. Думал, не пожму. Ничего, не присяд. Ну, присяд, это ладно. Вот. Ну, как минимум, не пожму. Ну, нормально. То есть, не в этом дело. Просто нет такой наполненности, как от более таких серьезных вещей. Но об этом я выпущу отдельный ролик про витамин-выпуск. Поменял бы что-нибудь в прошедшей подготовке? Мы наметили кое-какие коррективы. Сейчас особо вдаваться не буду. Но уже есть у нас план, кое-что поменять с Илюхой. Следующая подготовка на весну будет как раз вот с этими коррективами. Но это пока не в плане каких-то вспомогателей. А именно по тренировочным процессам, по самому упражнениям. И пока все. Ну, а сейчас пока. Пьюс М. Здесь у меня как его. 600 миллиграмм написали. Че? Тринбалон. Вот. Здесь тринбалон. Тут инантат. В общем, налил себе тринбалончик. Пью. Все массы.